Дагестан, будем откровенны, сегодня там нет никаких предпосылок к этому, нет даже каких-то дискуссий на эту тему, кроме лесгин. У лесгин есть еще какой-то внутри лесгинский дискусс на эту тему, они об этом говорят, у них какие-то свои группы, так как лесгины разделены сегодня на две страны, на Россию и Азербайджан. И вот в целом это как-то дает некий импульс, наверное. Хотя есть товарищи, которые почему-то хотят просто из лесгинской территории, которая находится сегодня в составе Азербайджана, просто хотят их у Азербайджана забрать и сделать их частью России. Это, конечно, тоже недопустимые вещи. Хотя в целом стремление лесгин к именно свободе, к отдельному государству своему, к своей стране, в рамках своих земель, которые сейчас находятся и на территории Азербайджана, и на территории России. И вот это нормальное стремление, и это нужно поддерживать. Это право лесгин на самоопределение, на свое государство, на свою страну. Но пытаться отжать у азербайджанцев, чтобы отдать России, или наоборот, отжать у России, чтобы отдать Азербайджану, это не то стремление, которое должно быть у наших братьев лесгин. И это не то, что мы должны как-то поддерживать. У других народов Дагестана и Кавказа, к сожалению, не видим пока каких-то разговоров об этом стремления к свободе, к независимости. Но надеюсь, что эта тема появится, что эти идеи, они возродятся в наших народах. И что в конечном итоге Кавказ, он будет независим, он будет деоккупирован. Это будет единый союз независимых государств. И это будет очень мощное образование на территории, на стыке Европы и Азии. Салам алейкум, Томсо. Брат, почему ты не любишь Азербайджан, говоришь, что это не мусульманская страна, что она является соперником для вашего региона, и что она должна сдать земли лесгинам? Валейкум ассалам. Это неправда, я такого не говорю. И вывод не нужно делать там, вывод, люблю я или нет. Вообще, в вопросах стран так не рассуждают. Нет любви или там ненависти. Кроме как к врагам и друзьям. Когда ты говоришь про земли лесгин, мы говорим о гипотетической возможной борьбе лесгин за свою свободу. И ни в коем случае не имея в виду, что эти земли северного Азербайджана, которые сегодня входят в Азербайджан, являются лесгинскими, исконно кавказскими землями, мы не имеем в виду передачу этих земель России. Нет. Я пытаюсь быть беспристрастным в любых вопросах. Как вы видите, в Азербайджан, в армянском конфликте, в Карабахском конфликте, я целиком и полностью поддерживаю азербайджанскую сторону. Но нужно быть справедливым. И если представить, что лесгины начали борьбу за свою свободу не в рамках России, то есть не в рамках отдельного Азербайджана, а в рамках и российских земель лесгинстана, и азербайджанских, то есть они хотят целиком эту территорию освободить и создать на ней свое независимое, свободное государство, вы должны понимать, что мы, конечно же, целиком и полностью будем их поддерживать. Лесгины являются А. нашими братьями по религии. Это сунниты. Это мусульмане. Лесгины Б. являются нашими кровными братьями по Кавказу. У нас не так далеко общий предок. Мы все являемся кавказцами. Поэтому, конечно, в их борьбе за свободу мы будем поддерживать лесгин. И лесгин, и любые другие народы Кавказа, которые будут вести борьбу за свое освобождение. Неважно, кто. Будь то осетины, кабардинцы, балкарцы, черкесы, карачаевцы, любой народ Дагестана, маварцы, даргинцы, кто бы эту борьбу не вел, и какая бы религия у них не была, мы будем их поддерживать, пока эта борьба будет идти за свободу от оккупации внешних сил. Но когда эта борьба будет несправедливой, как, например, лесгины захотят часть Азербайджана отжать в пользу России, то в этом случае, конечно же, мы их поддерживать не будем. И в этом случае я буду на стороне Азербайджана. Безусловно.